Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан подчеркнули, что с российским послом, которого вызвали дипломатическое ведомство после высказывания представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой в адрес Казахстана был проведен жесткий разговор. Ему указали на недопустимость тех высказываний, которые ставят под сомнение равноправные союзнические отношения между Россией и Казахстаном. Как известно, Мария Захарова была недовольна тем, что посол Украины в Казахстане, изгнание которого требовали в Москве, продолжает работать в Астане и даже, по словам Захаровой, посещает дипломатические приемы. Уже тот факт, что Министерство иностранных дел одного государства требует от руководства другого изгнания представителей третьей страны, совершенно беспрецедентен международной практике дипломатических отношений. И понятно, почему высказывания Марии Захаровой вызвали такое раздражение в Астане. Ведь она говорила о Казахстане, будто это не суверенное государство, а некая республика в составе Российской Федерации. И именно поэтому казахстанские дипломаты решили напомнить России о том, что между двумя странами равноправны союзнические отношения. Но вряд ли в Кремле отнесутся к этим напоминаниям всерьез. Можно даже сказать, что подобное заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан это очередное напоминание России о том, что соседняя страна занимает недружественную позицию по отношению к Российской Федерации. И эта недружественность связана именно с тем, что Казахстан настаивает на своей равноправности. В то время как Российская Федерация, разумеется, относится к Казахстану как к недоразумению на географической карте. И руководство России убеждено, что рано или поздно Казахстан исчезнет с этой карты, как и любая другая бывшая советская республика. Ведь та война, которую Россия сегодня ведет в Украине, это война не с какими-то мифическими нацистами и уж точно не война за то, чтобы Украина не вступила в состав НАТО. Это война за ликвидацию украинского государства и за присоединение его территорий к Российской Федерации. И как мы видим после аннексии России, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, это уже не фигура речи, а свершившийся факт подлинных желаний российского политического руководства. И понятно, что если бы России удалось одержать победу в Украине, а Владимир Путин вместе со своим ближайшим окружением рассчитывает на эту победу, то и республику Казахстан ожидает та же самая судьба – присоединиться к России областями. Ну а тем, кому это не понравится, укажут на дверь в буквальном смысле слова. Если граждане Республики Казахстан не хотят становиться россиянами, то им нет места в Российской Федерации, которая должна будет расшириться за счет территории Республики Казахстан. Простая и ясная формула, которую, кажется, многие в Астане не хотят уяснить, но уяснят после первых же ракетных ударов Российской Федерации по территории Республики Казахстан. Так, как это уяснили многие украинцы, которые до 24 февраля не верили, что их города станут объектом беспощадных бомбардировок российской авиации, что российские солдаты будут убивать, грабить и насиловать в их населенных пунктах, что Россия примет новые решения относительно аннексии украинских территорий и не будет останавливаться в своей агрессии даже перед угрозами ядерного удара по территории соседней страны, если та, в конце концов, не согласится на капитуляцию, то есть, попросту говоря, на исчезновение. У Республики Казахстан в глазах Владимира Путина и его ближайшего окружения та же самая судьба несостоявшегося государства, о чем четко сказал в своем недавнем посте в социальной сети ВКонтакте бывший президент Российской Федерации, заместитель представителя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. И совершенно очевидно, что то, что этот пост, попросту говоря, исчез из социальных сетей, вовсе не означает, что его не было и что пресс-служба бывшего российского президента его не писала. Писала. Это был очевидный сигнал руководству Казахстана. Не стоит вам настаивать на собственном суверенитете, потому что результаты этих странных иллюзий будут для вас оглушительно опасны. Ну и вот после этого, как видим, уже без всяких социальных сетей и без всякого исчезновения постов Мария Захарова с презрением и возмущением говорит о руководстве Казахстана. Значит, это может только одно. В российской столице продолжают рассчитывать на то, что территория Российской Федерации рано или поздно расширится за счет территорий других бывших советских республик, а значит с руководством этих бывших советских республик нужно перестать миндальничать. Нужно разговаривать с этими людьми так, как этого заслуживают люди, которые возомнили себя руководителями суверенных государств, а на самом деле являются руководителями российских регионов. И в трудную минуту, разумеется, немедленно обращаются за помощью к Москве, как это сделал действующий президент республики Казахстан Касым Жамарт Такаев в дни зимнего народного восстания, обратившийся к Владимиру Путину с просьбой о введении в республику войск, организации договора о коллективной безопасности. Кто сказал, что в следующий раз Владимир Путин не ведет эти войска уже не по просьбе Касым Жамарта Такаева, а для того, чтобы избавиться от Камжамарта Такаева и посадить в восстание какое-нибудь марионеточное правительство. Так, как он хотел это сделать в Киеве в дни своего неудавшегося Блицкрига. Таким образом, конечно, Казахстан может напоминать России о суверенности и равноправии, но на самом деле никакого равноправия в отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан нет и быть не может. Не может быть равноправия между страной, которая собирается уничтожить соседнее государство, и страной, которая настаивает на том, что хочет сохранить свою государственность и рассчитывает на уважение. Поэтому руководство Казахстана нужно не посла России приглашать в Министерство иностранных дел, а думать о том, как эта страна защитится от России в случае вполне вероятной агрессии против казахстанского государства. И тут лучше, наверное, вызывать в Министерство иностранных дел посла Китайской Народной Республики или посла Соединенных Штатов Америки или руководителей дипломатических представителей других стран-членов НАТО. Потому что без внешней поддержки, как это опять-таки показывает украинский опыт, Казахстан обречен на крах как государство и на возможность быть завоеванным российской армией. Если, конечно, от этой российской армии что-то останется после войны с Украиной, но ведь Владимир Путин на это явно рассчитывает. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь, пожалуйста, функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам!